К нашему эфиру присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик. Алексей, мы приветствуем вас в эфире. Добрый день. Алексей, ну видите, на самом деле взять Бахмут нашим противникам не удается, собственно. И что же еще остается, как самую настоящую крепость, это окружить для того, чтобы каким-то образом так воздействовать на вооруженные силы Украины и так попробовать взять этот город, за который бои уже продолжаются достаточно долгий период. Насколько действительно есть реальные возможности у нашего противника к окружению? Бои продолжаются уже не меньше 10 месяцев за Бахмут, и пока противнику не удалось его захватить. Так, они попробовали тактику окружения города, они с севера и с юга пытаются взять его в такие клещи. Они продвинулись вдоль дороги М03 практически до Часового Яру, это километров 10. Вышли, ну, за несколько километров от Южной околицы Часового Яру, из севера так же само. Они продвинулись на 5-7 километров. И сейчас расстояние между северной и южной группировкой российских ВОЗ, где они находятся, это всего лишь 3-5 километров. То есть все дороги, которые идут с Бахмута на Часов Яр, на Константиновку, то есть те дороги, по которым мы можем поставлять боеприпасы, ну, все, что необходимо для защиты Бахмута, они находятся под огневым контролем врага, но не под их властью. То есть мы пока можем по ним перемещаться небольшими группами, маскирующие наши передвижения, и пока мы можем поддерживать боеспособность подразделений, которые обороняют Бахмут. То же самое там есть речка Бахмута, она стала рубежом для российских войск. С одного берега находятся наши войска, с другого их, и перейти даже небольшую, там несколько метров, в некоторых местах она имеет ширину, там буквально 10 метров, там 5 метров. Но это для них стало непреодолимой преградой, потому что вот эта речка находится под нашим контролем, в том числе со стрелкового оружия, поэтому там каждый день, там продолжаются бои, и это достаточно тяжело, это идет 5, 10, 15 атак каждый день, включая атаки по ночам, поэтому пока что мы держим оборону, но надо понимать, что мы тоже несем потери, и держать эту оборону достаточно сложно, потому что враг имеет численное преимущество в живой силе, у него там больше пока артиллерийских систем, техники, которые он использует, поэтому ситуация стабильно тяжелая, как говорят в официальных отчетах, ну, надо понимать, что стабильно тяжело, это значит, что там действительно тяжело, и бои тут каждый день. Какое, по вашему мнению, значение имеет сейчас Бахмут в обороне Донецкой области и вообще всего Донбасса, это возвращаясь к тезису господина Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как для Украины какое значение имеет оборона этого небольшого города? Я говорю сейчас не про общий смысл этого всего, потому что ВСУ освобождают и обороняют любые города просто потому, что, ну, обязаны и делают это по своему призванию. А в целом, значение для военных операций, для фронта, как для Украины, так и для российско-оккупационных войск? Ну, начнем с российских оккупационных войск. Для них это, ну, в том числе имело все время большое политическое значение. Им нужно было показывать какие-то победы, и вот они хотели это сделать, захватив Бахмут. Сейчас, ну, еще, ну, где-то в конце прошлого года Бахмут не имел такого важного стратегического значения, как имеет сейчас. Что могло измениться? Изменилось, что россияне начали свое наступление, про которое мы знали еще там за несколько месяцев. И вот оно прямо сейчас происходит. Они сосредоточили на этой дуге, ведь Купинск, Бахмут, Авдеевка, Маренко и Углидар. Это дуга приблизительно 500 километров, и Бахмут как раз находится посередине этой дуги. Они планировали, прорвавшись через Бахмут, попробовать атаковать на север, от Бахмута на север до Славянской лимана и на юг до Углидара и до юга Запорожья, через вот южные территории, которые они занимают, через Гуляй-Поле и так далее. Поэтому для того, чтобы не дать им возможность разрезать нашу оборону и пытаться окружить вот нашу группировку, которая находится на север от Бахмута и на юг. Поэтому Бахмут стал иметь такое важное стратегическое значение, и его отдавать пока такой необходимости нету, хотя такое слово необходимость не очень удачная. Но Ставка Верховного Главнокомандующего приняла решение, что мы будем его пока есть возможность защищать, а дальше, если они усилят там свое давление и попробуют все-таки окружить этот город, то будет, естественно, дана команда на отход. И отход это не в чистое поле, там сейчас Авьяр, то Константиновки, там построены фортификационные сооружения, в которых можно держать оборону. То есть мы можем отойти на несколько километров и там дальше продолжать удерживать наступление врага. То есть большого проигрыша или большой неудачи, если даже придется отойти с Бахмута, для наших сборных сил не будет. Хотя все-таки держать оборону лучше в городе, который превратили, правильно вы говорите, по большому счету, в крепость. Но стратегическое значение, замыкая круг того, что мы говорим, это как раз не дать возможность разрезать нашу оборону, вот по этой дуге от Купинска до Углидара. На Бахмуте противник сосредоточил на самом деле достаточно такие масштабные усилия, и в частности личного состава. Вот, к примеру, лучшие подготовленные группы ЧВК Вагнера туда направили, по крайней мере, и всячески подчеркивают, что действительно лучших из лучших, самых сильных, самых наученных они стараются отправлять на бахмутское направление. А в таком случае это что значит? Что у них нет даже психологической какой-то черты предполагаемых потерь, какой-то границы, до которой они готовы идти? Или все-таки означает, что, наоборот, она есть, если там лучшие? Как это может сказаться на их тактике в будущем? Ну, границы у них, ну, вы знаете, тяжело определить, есть ли у них границы или нет, психологическая граница, потому что физическая граница, мы понимаем, она пока есть мобилизированные, то они могут воевать. А вот когда они захотят остановиться, какие потери для них существенные, ну, тяжело анализировать, потому что для них, по-моему, такой границы не существует. Пока будут возможность кого-то мобилизировать и тянуть на эту войну, они будут это делать, не считаясь потерями. Тут, мне кажется, для России это естественно. По поводу того, насколько там элитные войска находятся, да, там кроме ЧВК «Вагнер» находятся еще две десантно-штурмовые бригады полка россиян и мотострелковая дивизия. То есть достаточно большие силы, лучшие у «Вагнера», но там используют лучших не потому, что они как-то решили использовать лучших, а потому что на пике их количественного состава, сколько у них там было, это конец прошлого года, ну, даже осень прошлого года, у них было порядка 45 тысяч военнослужащих, мобилизированных с самого ЧВК «Вагнера». Это были люди с тюрем, ну, с депрессивных районов каких-то, то есть это была не очень подготовленная публика, но ее было много. И вот как раз эти люди они посылали на убой. Те «Вагнеровцы», которые, ну, принимали участие в других военных операциях, еще в Сирии, ну, «Вагнер» был организован в 2013 году, и они успели в разных местах повоевать. Вот этих людей берегли, потому что они, ну, вот они элиты этой воинской компании. Учитывая, что с 45 тысяч, которые были в «Вагнере», осталось только 7, остальных наши вооруженные силы уничтожили, то можно сказать, что, а уничтожили не лучших, то можно сказать, что остались лучшие. Но говорить о том, что они как-то умышленно посылают туда лучших, я бы не сказал. У них просто других нет. У других уже всех наши вооруженные силы поуничтожали. А вот эти два полка, десантно-штурмовые, регулярные армии Российской Федерации, это действительно, ну, по крайней мере, по бумаге, это элитные войска. Ну, и плюс мотострелковая дивизия, которая, мотестиловая бригада, господи, какая дивизия, которая тоже, ну, там принимает участие. Там сосредоточено 25-30 тысяч военнослужащих. То есть это не самая большая группировка Российской Федерации. Вот большее по количеству группировки, это как раз в районе Купинска, на севере этой дуги, про которую мы говорим, и на юге, возле Угледара. Там сосредоточено на севере 100-110 тысяч военнослужащих, а на юге 120-130 тысяч. И каждый из этих группировок имеет по 2000 тяжелых техники. Это танки, БТР и бронетранспортеры, и примерно по 700 единиц артиллерии. То есть вот там, вот это две большие группировки, которые хотели вот такими клещами окружить наши войска, прорвавшись через Бахмут. Ну, пока у них это не получается, надеюсь, что не получится. Поэтому пока возможно, будем держать оборону в Бахмуте. Дальше это должно принимать решение, ставка нашего верховного главнокомандующего на совещании. И учитывая, что там, что это не политическая ставка верховного главнокомандующего, это не политическая какая-то организация, это военно-политическая. Там находятся и боевые генералы, в том числе, которые знают, как надо вести правильно боевые действия. Это в тактическом и стратегическом ключе. И когда принимается решение ставки, это решение коллегиальное. То есть там идет совещание, рассматриваются разные варианты. Там есть, естественно, разные мнения, но для этого и проводятся совещания. Ну, чтобы, да, найти общий знаменатель. Господин Цирский, вы сказали о том количестве войск, как расставлено, не скажем так, российско-оккупационными командованием. Есть мнение от Александра Цирского, командующего сухопутными войсками генерал-полковника вооруженных сил Украины. Он сказал о том, что армия российская в Бахмуте задействовала все свои мощности, ну и пытается полностью окружить, в принципе, город. Также мы об этом говорили. Цирский добавлял, что бои идут на севере, востоке и юге Бахмута. Там россияне несут огромные потери усилия, не приносят им успеха. Сейчас слышим короткую цитату, вернемся к обсуждению. Фактически по всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в глубину боевых порядков. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Кременной, Торского, Белогоровки, Спорного. Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются. Противник задействовал все свои мощности и пытается прорвать оборону по нескольким направлениям и полностью окружить город. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Украины. Как завязывание двух группировок боевых, украинской и российской, влияет в целом на обе армии? Если мы говорим непосредственно на продолжение, скажем так, уже в перспективе, краткосрочной или дальносрочной, обе армии готовятся, естественно, к определенным наступательным действиям. Как украинская армия, так и российская армия по направлениям, я думаю, тут пока что нет смысла вообще говорить. В целом, имея такие потери, на Бахмутском направлении может ли российская армия в дальнейшем планировать определенные наступательные действия, исходя из отсутствия успехов, достаточных, для того, чтобы покрыть, по крайней мере, количество потерь? Личный состав, как я понимаю, не считается в российской армии. Тут больше как раз вопрос техники. Скорее всего, в условиях такого санкционного давления. Ну, правильно. Они кинули практически все силы, которые у них есть. Уже была оценка Бена Волоса, министра обороны Великобритании, что сейчас на линии фронта находится 97% всей российской армии. Ну, тяжело точно сказать 97%, 96,5%, но можно смело утверждать, что практически вся российская армия сейчас воюет в Украине. Остались только в пунктах постоянной дислокации те военнослужащие, которые там должны нести охрану, ну, выполнять другие действия. Есть ли у них возможность усилиться еще? Ну, пока они все свои силы, которые у них есть на линии фронта, не задействовали. Они планируют мобилизацию еще 400 тысяч. Возможно, они хотят усилить это давление, но они пока, это так называемые местные атаки. То есть техники у них не хватает для того, чтобы полностью обеспечить свежемобилизированных военнослужащих. Ну, зато живой силы хватает, они их будут посылать вперед, когда они остановятся. Что делать с техникой? Техники, вы знаете, тут вот надо осторожно комментировать то, что у них осталось не так много техники, как им нужно. Дело в том, что пока у них техники, вот тяжелой техники танков, бронированных машин, все равно больше, чем в Украине по количеству. Им не хватает техники для того, чтобы обеспечить, согласно их же нормативам, вот свежемобилизированных военнослужащих. Вот для этого у них действительно техники не хватает. Ихняя промышленность не может выпускать, ну, давайте так, просто танки в таком количестве, которое им необходимо. В ПК России может выпускать где-то 20-25 танков в месяц, не больше, этого им мало. И они пытаются поставить в строй вот те танки, ту тяжелую технику, которая у них была на стратегическом хранении. На этом хранении она находилась там 10, 20, даже 50 лет. Эти танки, которые они оттуда достают, Т-62, другие какие-то танки, они называют их лысыми танками, потому что на них нет никакого современного навесного оборудования, которое делает танк, ну, современный танк делает боеспособным. Там нет ни лазерных прицелов, ни приборов ночного видения, ни стабилизации выстрелов, ну, всего чего там. Все, что делает из этого, ну, это по большому счету трактор с пушкой. То есть он очень, ну, лысый танк, его очень легко уничтожить. Но, с другой стороны, их все равно, этих танков, они пока могут вытащить со складов порядка трех тысяч по независимым оценкам. Это может усилить их потенциал в наступлении на нашей линии фронта, но все равно это не та немножко армия, которая была даже год назад, когда они делали полномасштабное вторжение. Это уже, ну, армия не такая боездатная, она не такая подготовленная, у них не такая хорошая техника. Хорошую технику уже, слава богу, мы либо утилизовали, либо забрали как трофей. Поэтому, что ждать от них дальше, ну, трудно сказать. Зависит от того, какое они будут принимать решение. Будут ли они еще мобилизировать людей, будут ли они усиливать эти местные атаки. Трудно сказать, но пока мы держим оборону, и я надеюсь, что вот такими потерями мы все-таки сможем вымотать, измотать ворога. Ну, и все мы ждем нашего контрнаступления, которое, как известно, планируется где-то на апрель мой месяц. И вот, собственно, в продолжении, что этими потерями измотать врага, ведь амбиции россиян относительно Бахмута, они деградируют. Именно деградируют. То есть сначала собирались собрать корпус сильный, чтобы захватить Бахмут, а потом, чтобы этот же корпус, возможно, осуществил какое-то контрнаступление на других крупных направлениях. Кто-то там еще заявлял и о столице. Затем просто были какие-то календарные даты, потом административные границы Донецкой области, а сейчас это звучит как хоть какая-то победа. И вот на самом деле, если мы понимаем, что эта война достаточно изматывающая для российской армии, возможно ли такой шанс, то есть следующий пункт, что это единственное, на что, в принципе, они смогут претендовать. Я не говорю, что смогут там взять, ни в коем случае, я имею в виду единственное, что впоследствии смогут претендовать, положив вот такие огромные ресурсы на именно Бахмут. Ну, вы знаете, они рассказывают, что у них специальная военная операция, которую они начали, она идет по плану. Они все время рассказывают, что она идет по плану, что все там просчитано и все нормально. Только план у них постоянно меняется. Если вы правильно говорите, что они назначают какие-то даты взятия Бахмута, они меняют планы, которые у них были с самого начала. Вначале они хотели вообще, ну, уже даже никто не вспоминает, они планировали деноцификацию и демилитаризацию всей Украины. Не было разговора о том, что они хотят там освободить Донецкую и Луганскую область с этих непризнанных республик. Были совсем другие планы. Сейчас у них планы меняются, сейчас уже идут разговоры про то, что их задача это выйти на административный картон на наших областей, вот Донецкой и Луганской области, и это как бы уже будет решение вопроса. То есть, как бы победой. Ну, получится у них это или нет, я думаю, что вот те силы, которые они, они же готовились к этому наступлению в осени прошлого года, вот сосредоточили достаточно, но они сосредоточили по большому счету в три раза больше живой силы, чем было на начало полномасштабного наступления. В три раза больше. И тем не менее, им удается продвинуться, ну, на километры, там, даже не на десятки километров. И они несут, ну, громадные потери. Говорить о том, что что-то у них получится, они смогут продвинуться дальше, но это вызывает большие сомнения. Мы тоже несем потери, но у нас, разница между нашей армией и российской армией в том, что россияны вытягиваются со своих складов, ну, весь металлолом, который там у них остался, и тянут он на линию фронта, мы же наоборот, наши партнеры нам постоянно поставляют новое и современное оружие. То есть, которое, то есть мы усиливаемся, наша армия усиливается, становится более современной, более мощной, а российская армия постоянно, ну, с точностью до наоборот. Вот, поэтому, чем все закончится, если это будет какая-то долговременная война, что хочет Россия, то я не думаю, что вымотаемся мы, скорее вымотается Россия, потому что нас поддерживает весь цивилизованный мир. И говорить о том, что он быстрее вымотается, ну, обескролится, чем Россия, ну, кажется, это такое допущение невозможно. Алексей, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был Алексей Гетьман, военный аналитик.